Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена. Очередное короткое видео о регулярных подкормках, которые я показываю, снимаю по просьбам зрителей. Как это делала в прошлом году, продолжая эту традицию и в нынешнем сезоне. Итак, очередная подкормка, листовая, в сухую погоду. У нас вообще-то идут дожди, но сегодня пасмурно, дождей нет. Я дождалась полудня, когда листья были сухие. Это важно, обращаю ваше внимание, листва роз должна быть сухая. И провела подкормку. Плантофол 105410, брексилмикс и мегафол. По одному грамму на 1 литр воды. Сейчас я сменю локацию, а пока расскажу, кто в кадре. В кадре Леди Овшалот. Прекраснейшая роза. Шраб селекции Дэвида Остина. Красивейшая. В моем саду она не блещет об огромной обильностью, но цветы ее действительно прекрасны. Не скудно цветет, не скудно. Замечательно цветет. Леди Овшалот. И сегодня в баковую смесь подкормочную я добавила акарицид, инсектицид, биоинсектицид Накама. Это новинка японского производства для борьбы с широким спектром вредителей. Действует путем угнетения клеточного дыхания у насекомых и очень эффективно на всех стадиях развития насекомого от яйца, нимфы, до имага и взрослого растения. А также этот препарат проявляет фунгицидную активность в отношении мучнистой росы. В общем, со всех сторон замечательное средство. Добавила в размере 1 грамма на 1 литр воды в баковую смесь с подкормками. В кадре роза Ла-Мари. Это саженец прошлого года моего черенкования. Вторая волна цветения выгнала роза побег с несколькими бутонами. А рядом чайно-гибридная красавица Чикаго Пис. И как регулярно в этих обзорах про подкормки показываю состояние листвы розы Фламентанс. Ну вот как раз видно, что никакой кордесовской пятнистости на розе нет, а вредители как раз потребовали участия в их судьбе, что я сегодня и произвела. После обработок плантофолом листва, друзья, чистая. В начале августа листва сохранилась на розе Фламентанс в вполне приличном состоянии. Кстати, после цветения я все-таки коротко обрезала отцветшие побеги. Хотела делать это осенью, но получилось так, что можно было сделать сейчас. Достаточно удобно было провести этот процесс. Сейчас оставшиеся высокие пеньки я обрежу перед укрытием. Сейчас на Фламентанс отдельные побеги этого года, которые будут свести на следующий год. И еще по тому же поводу, по кордесовской пятнистости, в кадре розоселекции фирмы Кордес Ангела на штамбе. У меня много в саду роз селекции Кордеса, никакой кордесовской пятнистости после подкормок плантофолом в составе баковой смеси и в количестве 1 грамма на 1 литр воды я не наблюдаю в течение 6 лет. Вот так выглядят листва розы Ангела. В кадре Колосняк, это агрессор. Его нужно обязательно сажать в ограничитель. Но не он будет заканчивать сегодняшний сюжет, а роза мускусная весенней посадки Салли Холмс. О ней у меня есть отдельный сюжет, любимица. Итак, дорогие друзья, сегодняшний ролик заканчиваю кадрами прекрасной обильной розы. Всем добра, здоровья и мира. Заглядывайте.